Я приветствую вас на открытой встрече, посвященную начальному и буддийскому уровню, буддийского блока уровня космоэнергетики. И сегодня я буду отвечать на те вопросы, которые вы прислали ко мне. Все те вопросы, на которые я не успею ответить, у нас будет второе занятие в субботу, то на нем я буду уже отвечать. И для тех, кто подключился к нам впервые или кто смотрит это видео впервые, хочу немного сказать о себе. Меня зовут Антонина Толстая. Я являюсь прогрессором. У нас есть такой уровень в космоэнергетике. Это уровень, позволяющий не просто работать с пациентами, но уже передавать знания, передавать посвящение методу космоэнергетики. И я работаю уже этим методом с 2008 года. До этого тоже была большая практика медитации, познания духовного роста, духовного и личностного роста, можно так сказать. Было большое такое достаточно развитие. Но вот моя душа становилась именно в космоэнергетике. Благодаря всем событиям, которые со мной происходили в то время, я выбрала этот метод и теперь его передаю вам для того, чтобы вы изменили свою жизнь и познали самую высшую цель своей жизни. Но это уже, так скажем, по пути своего развития. Сначала, конечно, люди приходят в космоэнергетику многие для того, чтобы просто исцелить своё тело. И космоэнергетика делает многие моменты, исправляет, очищает, выравнивает и работает с телом физическим. Но работает с тонкого плана, с энерготонковыми плановыми структурами. И через то, что человек вроде пришёл что-то исправить в своей жизни, какую-то сферу своей жизни, возможно, это отношения, возможно, это денежные потоки, возможно, это здоровье или какие-то совершенно разные у всех есть задачи. Сначала мы приходим вроде бы для того, чтобы кто-то хочет стать целителем, кто-то хочет открыть свои сверхспособности. Это тоже возможно. Кто-то просто хочет жить лучше, счастливее, счастливее и полноценнее. Мы все идём сначала за этим, но потом, постепенно работая с энергией, постепенно, так скажем, поднимая свою вибрацию, меняется вообще понимание и смысл собственной жизни, жизни в принципе на Земле. То есть человек имеет очень сильное духовное развитие, хотя сегодня мы будем говорить о первом базовом принципе, принципе исцеления, работа с телом. Но космоэнергетика, она меняет вообще и ломает все шаблоны, потому что человек имеет ограничения, потому что он себя отождествляет с определённой формой, с определённой материей, с определёнными убеждениями, с определёнными границами. А космоэнергетика — это безграничное знание, потому что это энергии частот космоса, и мы работаем энергией и приходим к восприятию себя как энергии, себя как чувствования вот этого бесконечного, то есть мы становимся целым и приходим к самому важному, что зачем мы вообще сюда пришли, зачем пришла наша душа, и начинаем слышать, что же на самом деле хочет от нас душа и что самое важное для неё. Вот такой путь развития, который нам говорил основатель космоэнергетики Петров, что это духовный рост, что это великое опознание вот этого бесконечного космического сознания. Это вот так вот вкратце целиком. Сегодня мы будем рассматривать вот эти принципы работы начального уровня буддийского блока, который как раз был, так скажем, дан человечеству для того, чтобы научиться исцелять и взаимодействовать со своим телом и помогать своим близким, стать целителем, работать с людьми и служить людям. И, конечно, без тела невозможно продвигаться дальше, и в духовном смысле тоже. И тело – это первое, что откликается нам на познание, познание себя, своей души и смысла жизни. И поэтому для того, чтобы это случилось с каждым из нас, мы работаем с телом, потому что тело является проводником, и оно даёт нам ощущения. Если выключить у нас все сенсоры, то мы Бога не можем познать, потому что Бога мы познаём через ощущения, через чувствование, через все наши пять основные органы чувств. И это мы тоже развиваем. Ну, вот хороший вопрос сразу, ладно, вот вне списка скажу, чем отличаются космоэнергетики от рейки. Ну, в рейке просто другой метод, и там идёт один поток, и благодаря там дополнительным космознакам, дополнительным каким-то наложением рук, да, мы тоже в космоэнергетике применяем руки, но это как бы только на первом уровне, да, можно работать и нужно, может быть, работать руками. Вот, хотя мы работаем с сознанием, в космоэнергетике просто прописано намного больше частот, и если уже там, ну, порядка тысячи прописанных частот, прописанных только, да, а сколько не прописанных, и каждая частота может открыться как матрицей. И космоэнергетика, она больше является, так скажем, традицией, которая родилась именно у древних ариев, да, и это именно территориально, это наша с вами страна, и русский космизм, так скажем, он ближе по энергии тем людям, которые живут именно в России. И даже вот территориально, да, мы видим, что рейки очень распространено в Европе, в Америке, она очень популярная, такой метод целительства, и его знают все, а вот в Европе про космоэнергетику практически никто не знает, но знают зато в России. Вот, и метод этот космоэнергетики, рейки, можно совмещать на самом деле, потому что это просто распознавание разных частот и разных методов исцеления, да, у меня есть ученики, которые имеют высокую степень посвящения в рейке, но при этом еще они и космоэнергетики. Вот. И я перехожу к вопросам, да, у меня достаточно их большое количество, постараюсь ответить как можно больше. Вот. Значит, Катя задает вопрос, что значит наработать целительскую силу? Это мое выражение, целительская сила. Я когда в обучении говорю, то часто применяют такой слоган, особенно для тех людей, которые хотят стать целителями, да. Я сначала буду зачитывать целиком вопрос, а потом, он достаточно длинный тут вопрос, а потом их дробить и отвечать. Что значит наработать целительскую силу? От чего она зависит? Что именно подразумевается под целительской силой? Как ее наработать? Я думаю, что человек, даже который не является целителем для других, он тоже бы, ему было интересно, что значит целительская сила. Целительская сила – это тогда, когда человек очень быстро может обнаружить причину заболевания и помочь человеку с тем, чтобы исцелить его. И я уже говорила о том, что исцеление, оно никогда не происходит точно, оно происходит всегда целиком. И целитель – это тот, кто видит намного шире, намного развернутие, намного больше, чем его подопечный, чем его пациент, потому что он никогда не исцеляет конкретное место, он исцеляет тело целиком, причем на всех уровнях, и на уровне эмоционального, и на уровне ментальных полей. И целительская сила всегда, конечно, нарабатывается, как и все остальные частоты у нас нарабатываются. И в зависимости от того, насколько человек бескорыстен, насколько его позыв служить людям, потому что целительство – это служение людям, насколько он искренен, насколько он бескорыстен внутри своего сердечного родения, в том будет нарабатываться его целительская сила количеством тех людей, которых будут проходить через сеансы, проходить через встречи, и человек будет ощущать целительскую силу не только со своими пациентами, но и понимая, как его энергия, как его вибрация воздействует, так скажем, трансляция на весь мир. То есть это степень большой ответственности. Вообще целитель – это большая ответственность и перед собой, и перед своими близкими, и перед пациентами, конечно. И целительская сила – есть такое выражение, как человеческий ресурс, то есть от количества людей. То есть у нас у всех есть определенная норма, запрошенная вашей вибрацией, которую нужно пройти к определенному количеству людей, чтобы набирать вот этот вот целительский дар. То есть чем больше людей проходит через целителя, тем быстрее и, так скажем, его сила. Но только очень важно целителю помнить о том, что эта сила не принадлежит ему как личности, а все его таланты, все его, так скажем, наработки принадлежат его душе. И принадлежат его душе, потому что, скорее всего, если у человека есть дар к целительству, то это наработки прошлых жизней, и это принесла душа сюда. И она просит именно таким образом реализовать свою потребность развития. Потому что мы помним, что мы сюда пришли для того, чтобы душа познала этот мир. И никогда не говорить о том, что это я делаю, через меня делают, через меня, через тело идет энергия, а я бескорыстно отдаюсь потоку и являюсь инструментом в руках Божьих. То есть это очень важно для целителя, быть на связи и нарабатывать эту силу. Надеюсь, я ответила. Хотя тут отдельно по каждому вопросу можно целое видео делать. Второй вопрос. Для чего нужны чакры? Я большой вопрос сначала прочитаю. Связана ли чакра с подсознанием? Если очищается от блоков чакра, то этот блок уходит из подсознания? Убирается ли через проработку часть в подсознательной страхе? На сеансе чистки чакр, здесь расфорон Будда, нужно ли задавать какие-то конкретные намерения? Или каналы сами знают, что делать при гармонизации этого центра? А сфера жизни, отвечающая за нее, гармонизируется сама? Как во время сеанса понять, что чакра запустилась? И можно переходить к следующей чакре, если я их пока не вижу и ощущениями тоже пока сложно нащупать. Чакра, да? Для чего она нужна? Такой интересный вопрос. Для чего нужен тоже вот тонкий план и для чего нужна вообще все? Чакра — это энергетический сгусток, в переводе это колесо санскрита, чакра — это колесо, энергетическое колесо. И их основных у нас семь, хотя их на самом деле гораздо больше. И чтобы вам было так понятнее, через чакру приходит не только энергия, но и информация. И через чакру вот эта жизненная сила прана, соединяясь с чакрой, формирует материальный мир. То есть через чакры формируется жизненная сила, которая преобразуется в материю, преобразуется в физический план. И из чакры вырастает, так скажем, наша физика. Если вот это ведические знания, это вообще в ведах это все есть. Чакры не только с подсознанием связаны. Вообще вопрос очень интересный, потому что это не подсознание, а с пластом знания души, потому что чакры — это информационный носитель нашей души. И там как раз вся информация есть о нас, о наших заслугах перед творением. И в зависимости от того, на каком уровне душа, то есть это зависит от того, насколько она в прошлой жизни продвинулась, насколько она смогла вычиститься, насколько она поднялась в вибрации, зависит жизнь человека в этой жизни. И очень часто, в основном, люди, конечно, звучат на нижних чакрах. И если человек звучит уже на сердечной чакре, то это считается очень хорошо. И как раз уровень сердечного звучания это истинный целитель. То есть если он уже есть на уровне сердца, звук, звук, вибрация, то он истинный целитель. Хотя есть целители, конечно, и на третьей, и на второй чакре находятся свои силы, это работает силой знания, силой методов. Какие-то вещи, может быть, в жизни не совсем понимают, причинно-следственные связи, но это тоже, возможно, такое есть у нас. Поэтому это не совсем связано с подсознанием, это связано с сознанием о себе. Подсознание может служить как кармой этой жизни, так скажем, знанием в этой жизни. Это может быть быстрее связано с каким-то сверхсознанием, с тонким планом, или лучше сказать даже с сознанием. Сознание, которое протекает через тело и связывается через наши энергоцентры. Если человек пробуждает сознание, то его вибрация очень сильно поднимается. И про чакры хочу сказать, там будет еще дальше вопрос, но хочу сказать, что когда вам говорят, что у вас чакры закрыты, не верьте, потому что этого не может быть. Чакрой может быть мало энергии, и она может быть деструктурирована, энергия, то есть плохая проводимость. И чакру нужно просто скорректировать и наполнить ее. Хотя мы говорим, что мы запускаем чакры, когда мы открываем Девсферас Варунбута, но это просто, чтобы включиться в запуск, включиться в очищение, включиться в наполнение. В основном мы должны просто структурировать энергию, наполнить энергию, снова подать туда поток энергии, таким образом усилить работу энергоцентра. И, конечно, здесь все взаимосвязано, что усиливая энергоцентр, у нас пребывает энергия. Когда у нас пребывает энергия, когда мы восполняемся этой энергией, нам легче решить те или иные задачи даже на уровне физики. Допустим, у человека сначала происходит пробой, потом идет заболевание, и легче решить проблему с заболеванием, если запускается энергоцентр. Когда мы чистим, значит, чакры, то нужно ли конкретное намерение? Мы просто восстанавливаем энергоцентр. Вы можете не знать, что там нужно сделать, вы можете не говорить много частотам, потому что слова – это мысли, а мысли очень сильно перебивают работу каналов. Выразили намерение восстановления энергоцентра? Все, больше не говорите. Наблюдайте, что происходит с ощущениями. Старайтесь больше идти за ощущением. И если гармонизируется сфера жизни, которая отвечает за нее, конечно. Как понять во время сеанса? Вообще, для тех, кто начинает целительство или работу с собой, старайтесь больше работать контактно. Конечно, дистанционно мы тоже работаем, но ищите людей, с кем бы вы контактно поработали, потому что через руки вы сразу поймете, активировалась чакра или не активировалась. Если вы прикладываете руку, и там идет холод, руку колет, то там как бы проблема. Если тепло, если очень хорошо, в энергии, вы прямо почувствуете, прямо тело само оттолкнет руку, значит, все запустилось, идем дальше. Потому что почему мы еще работаем с золотом, белым таким золотым потоком, потому что так легче увидеть дисфункцию энергоцентра именно в этом потоке, именно не цветами, как вот, да, это есть такая традиция цветовая, там красный, оранжевый, желтый, да. Вот, нет, мы работаем, чтобы вы именно на этом фоне могли почувствовать, почувствовать всплески каких-то негативных энергий. Вот, и что делать, если пока не чувствуется, то очень важно наработать ощущения. Значит, в принципе, могу сказать, что практически у всех людей, с которыми я работаю, потеряно истинное восприятие ощущений, и поэтому я делаю открытые сеансы, я работаю с активациями, с медитациями, это разные вещи, которых даю именно на то, чтобы человек познал, что такое ощущение, и вернулся в свое тело, чтобы чувствовать. И, конечно, целитель должен нарабатывать эмпатию, а эмпатия – это как раз тонкое чувствование. И для того, чтобы у человека было тонкое чувствование, он должен все свои пять сенсоров направить в глубину своего физического «я», и тем самым, когда он ощущает себя, осязает себя, вкушает себя, слышит, видит не то, что внешне, а внутри, то ум у него становится тихим, потому что большая проблема всегда для человека – это успокоить его ум, который как раз препятствует естественному потоку протекания энергий, космических энергий, частот, и он блокирует. То есть чем сильнее у человека ментальное пространство, чем сильнее его ментальный хаос, тем сложнее человеку пропустить потоки. Для этого нужны целители, которые как раз работают с тем, что успокаивают методом ежедневной практики работы. То есть целитель – это тот, кто практикует утром, днем и вечером, работая над собой, работая над своим телесным храмом, работая как раз с пятиорганами чувств, чтобы успокоить ум, и когда он работает с пациентом, у него ум должен выключиться. И он пускай не выключается, но, по крайней мере, он тихий. И поэтому, конечно, я всем целителям всегда рекомендую, даже если вы от себя исцеляете, вы уже тоже целитель, всегда начинать с настроя, с молитвы, с намерения. Сначала войти в состояние расслабления, почувствовать себя, почувствовать свое тело, соединиться с ним, и только потом уже входить в сеанс. Когда вы очень эмоциональные в хаосе ментального, то не надо входить в сеанс сразу, потому что, ну, это большая энергозатрата идет, энергия тратится, потому что, чтобы открыть энергию, тоже нужна энергия. Да, и частота работает хорошо там, где много энергии, где человек ресурсный. Вот, и он на ресурсе открывает энергию, и тем самым усиливает свою частоту, вибрацию. Поэтому это все нарабатывается, и, конечно, у нас стопроцентная вера. Вера, вообще, в принципе, доверие и вера, это основы, так скажем, основной фундамент работы с частотами, потому что ум, он не знает, что такое тонкоплановая структура, он не понимает, ему нужна, чтобы была форма, чтобы была конкретика, да, и он, поэтому очень много у людей сомнений, не веры в себя, но я могу вам сказать, даже когда вы ничего не чувствуете, как вам кажется, когда с вами мало что происходит, вы делаете практику, и вы не видите большого результата, это только для ума вы не видите результата, процесс, он идет, процесс на тонком плановом уровне, он происходит, вы, может быть, это пока не отслеживаете, но сдаваться нельзя, нужно делать, 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 без ожидания, и в какой-то момент вы поймете, что у вас есть результат, но вы не останавливаетесь, не говорите, что этот результат принадлежит вам, как личности, тут очень надо работать с эго, аккуратно, да, не приписывать к себе там все почести, а говорить о том, что это определенный этап, идут дальше, и дальше развиваются, ну, надеюсь, что ты уже ответил на этот вопрос. Что делать в первую очередь, если человек приходит на сеанс и говорит, я не знаю, что болит, у меня болит все тело, если нет локального органа, который болит, то тогда что чистить, чего начинать? Ну, во-первых, когда человек вам приходит с любой проблемой, вы спросите у него, когда это началось, всегда надо с человеком поговорить, когда это началось, что было перед этим, какое было событие, что ты проживал в этом событии, потому что, как правило, все психические заболевания, физические заболевания, какие-то события, которые, может быть, непосредственно не связаны с телом человека, события происходят, они все происходят от того, что человек когда-то очень сильно проэмоционировал, человек вам расскажет про это событие, он расскажет о том, что он испытывал страх, он испытывал агрессиву, он испытывал ненависть, то есть он упал в энергии, это первый энергоцентр, он просто туда свалился, вот, и у него пошли вот эти сгустки энергии, и, как правило, когда болит все тело, ну, если так, да, это пребывание в колоссальном стрессе, то есть тело настолько сжалось и настолько оно болит, то есть оно находится в комке, да, и вы, как целитель, работаете с энергией, советуете человеку, даете ему конкретные шаги, что нужно изменить, потому что целитель, это человек тот, который честно человеку скажет, что он может помочь ему на сеансе исцелить его, но целитель 21 века обязательно укажет на причину, и что без того, чтобы не меняться, невозможно быть здоровым, нужно менять привычки, нужно менять питание, нужно менять отношения, необходимо, это просто необходимо, иначе болезнь вернется, целитель это в разговоре душевном, без того, чтобы пугать, даже вот когда человек приходит, у него там ну, очень сложное заболевание, такое, скажем, смертельное даже заболевание, никогда нельзя пугать человека, всегда его нужно поддержать, настроить, потому что не в нашей власти на самом деле исцелять, исцеляет Бог, это надо помнить, да, это высшее проведение, наша задача направить эту энергию, помочь человеку сделать разбор, помочь ему все показать, пропустить через себя энергию, пропустить через себя частоты, потому что божественная энергия в космоэнергетике просто открывается как спектральные частоты, их очень много, то есть Бог, он един, он целый, а космоэнергетика, она расписывает вот эту вот единую целую по частотам, да, вот у нас вот эти вот более тысячи частот, представляете, какие там резонансы идут, совершенно разные, и мы научимся ими взаимодействовать и локально, 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 локально исцелять тело, но при этом направляет человека в целое, да, то есть космоэнергетика, вот даже если вы ничего не понимаете, вы просто откроете частоту на человека, и она будет его исцелять там, где ему необходимо, он пришел, допустим, там исцелить почки, а у него более большая проблема там на матке, допустим, да, или на каком-то органе, и будет исцеляться тот орган, который в первую очередь необходимо исцелить, и всегда нужно говорить человеку о том, что посмотри, какие у тебя знаки, какие у тебя идут события, что происходит в твоей жизни, то есть вести нужно человека через общение с ним и наблюдение, помогать ему видеть, да, помогать ему осознавать, потому что человек изнутри, на самом деле, ему сложно, человек находится в коробке, и ему увидеть, что находится вне коробки, очень сложно, а целитель, наставник, проводник, это тот, кто покажет ему, что есть вокруг коробки, и как из нее выбраться, вот, поэтому, когда человек не знает, что, просто даже если вы будете, объясните ему, что это стресс, что спросите, когда началось, какие были эмоции, скажете, как не надо, вот, делать, то расслабите, будете именно расслаблять тело, потому что расслабив тело, проявится, если она есть проблема, потому что тело, когда зажато, оно может не чувствовать какой-то определенный орган, потому что оно зажато, да, оно в стрессе находится, а стресс нам дан для того, чтобы преодолеть ситуацию и выйти из нее, и когда мы преодолеваем вот в животном уровне ситуацию, тело не должно ничего чувствовать, но проблема человека, что он не как животное, есть проблема, он входит там в стресс, решает, убегает, дерется, а потом выходит из стресса, у человека стресс остается, потому что у него есть мыслительный процесс, и он этим мыслительным процессом цепляет ситуацию, и не выходит из нее, и тело пребывает в стрессе, и очень часто, когда человек выходит из стресса, У него тоже может очень сильно болеть тело и даже быть какое-то заболевание, потому что телу нужно расслабиться и высвободить эту тяжелую энергию. Следующий вопрос. Пробоины в ауре и пробоины в чакре формируются по одним и тем же причинам или причина их возникновения разная. Для того, чтобы залатать энергопоражение и пробоины в ауре, достаточно ли просто подавать фронбудо-феразевс в ауру или нужно что-то еще делать для этого? Каким образом происходит процесс залатывания пробоев в ауре через наполнение поля фронбудо-феразевс? Частоты это делают сами или нужно представить, как пробоины залатываются, визуализировать? Разделю вопрос. Реализация процесса нужна для ума или она усиливает действие частот? Значит, когда мы подаем пробоины в ауре? Во-первых, в чакре не может быть пробоина, чакра может быть смещена, она может быть обесточена. Пробой идет в ауре, и это может быть как внутренний пробой, то есть человек пробой делает изнутри, так и внешний пробой. Вот сейчас у нас техногенное поле, и информационные поля очень сильно могут повредить поле человека, исказив его, нарушить его. И если у человека есть внутренняя почва в качестве паники и страха, то, конечно, получается пробой. А в ауру мы не закачиваем Зевс. Зевс нам, Фаранбудда, Ферас нужен только в двух техниках. Это когда мы работаем с чакрами или с чисткой головы, серебром, да, ментального пространства, даже не головой. Больше мы Зевс не используем в нашей школе, да, в школе Петрова так повелось. И мы используем Фаранбудда, Ферас Шаон, если это начальный уровень. Если это уже уровень, у вас есть буддийский блок, то это Фаранбудда, Ферас Шаон, Святой Иисус мы добавляем. И чистим тонкие поля именно такой связкой. И вы можете выстроить намерение и, так скажем, заполнять пространство. То есть обязательно сначала нужны чакры, потом мы только работаем с тонким пространством. Визуализировать на первых порах можно, хотя я всех учу в будущем, когда уже идут следующие ступени посвящения. Не смотреть мультики, а больше акцентировать на ощущениях. Но если вы только начали, и у вас очень активный ум, да, то какие-то визуализации, она будет помогать для того, чтобы просто сосредоточиться, сконцентрироваться и получить ощущения от картинки. Да, то есть вот увидели, о, есть, значит, точно. Вот, потом все-таки нужно развивать больше ощущения, больше эмпатию, потому что там больше истинности. В картинках в астральном плане очень часто много искажений бывает. И не стремиться вот к такому ясновидению, ну, через картинки, через мультики, как я говорю. Я сама когда-то очень много видела в фильмах, мультиках, сериалы смотрела, когда стояла на сеансах и у себя, и у своего первого космоэнергета, и у своего учителя в будущем. Очень много смотрела. Прямо у меня там много всего шло. Но потом у меня все это ушло, и я вам передаю вот это знание, что нужно все-таки концентрироваться на ощущениях. Так вы больше сохраните энергию внутри, не уйдете во внешнюю визуализацию, а уйдете во внутреннее восприятие. И даже если идут картинки, они просто идут как мысли. Но на первом этапе вы можете визуализировать свет, частот, что они все световые, что они у вас заполняют вашу ауру, что они делают ауру плотной, формируют плотный кокон. Это да, конечно, на первых порах это очень помогает визуализировать. Вот. Поэтому действительно это нужно для ума, чтобы он просто помолчал, а посмотрел кино. Да, это так. Чем отличаются техники, когда мы в область между четвертой и пятой чакрой закачиваем в форум-буду-феразевс и когда в сердечную чакру? Мы никогда в жемчужину сюда, между четвертой и пятой, не закачиваем в форум-буду-феразевс. Мы здесь активируем жемчужину. Вот. Здесь жемчужина на сердечную чакру форум-буду. Техники разные, но при этом могу сказать, что это просто зависит от того, как энергия пойдет или как вам пришло. Обычно вот к нам приходит, когда информация, так мы им делаем, потому что так нужно тому человеку, ну или себе. Надо доверять. Мы вначале можем активировать жемчужину или форум-буду, когда у человека очень слабое тело, физически он слабый. И можно сделать это в конце. И вообще форум-буду закачивается в сердечную чакру. Это скорая помощь. Жемчужина теперь у нас тоже скорая помощь, поэтому, конечно, посвящение в чистоту жемчужину очень сильно усиливает энергии, потому что это высшее духовное сердце. Да, здесь находится не здесь, а внутри, перед позвоночником. Вообще вы должны знать, что чакры, чтобы их почувствовать, чтобы правильно работать чакрами, работайте сзади. Можно диагностику делать и спереди, и сзади, плюс-минус там, да, где работает, нет. Но чтобы ощущения у вас были более плотными, и вы понимали, как работает энергоцентр, то идите через позвоночный столб. И вам там легче будет ощущать чакры, легче будет воспринимать чакры, да, и запускать будет тоже намного легче. Так, если в области солнечного сплетения и живота чувствуется напряжение, спазмы, ноющая, тянущая боль, то нужно работать с третьей чакры по стандартному сеансу. Здесь раз форум-будда. Да, начинаем с этого. Достаточно ли этого, чтобы ушло напряжение с живота, или нужно поработать еще с чем-нибудь. Можно ли из солнечного сплетения для облегчения состояния выкачать негативную энергию через моторчик-колодец, или стоит уделить внимание какой-то другой технике. Есть такая техника, тут еще дальше будут спрашивать про эту технику. Если вы хотите попробовать, пробуйте. Я тоже ее пару раз попробовала, хотя мне мой учитель сразу говорила, этого делать не надо, можно напрямую все делать. Потому что эта техника, когда она немного похожа, как работают шаманы, они через себя тянут энергию, то есть они забирают негатив, через себя переваривают и выдают, так скажем, чистую энергию, стягивают через свое тело, по-другому не умеют. И моторчик-колодец тоже мы прикладываем в руку, стянем в тело и через другую руку сбрасываем в колодец. Если вы хотите на себя брать тяжелую энергию, пожалуйста, можно так работать этим методом. Но можно напрямую, когда энергия, она же очень чистая, световая, там, где свет, там нет тьмы. Энергия, когда идет высшего порядка, темнота просто рассеивается. То есть больное место, оно же, как правило, имеет сгусток темный такой энергетический, плотный. И она рассеивается, темнота. Даже не всегда и колодец нужен, если целитель высокого уровня. Если целитель работает на таких световых потоках, ему колодец не нужен. Колодец нужен только в самом начале, когда энергия не может быстро трансформироваться. И она должна стечь в колодец. Поэтому вот эти все техники, они нужны только для начинающих, так скажем, целителей, космоэнергетов. А потом, это уже даже с уровня мастера можно, если это хороший мастер наработанный, то колодец даже уже не нужен. И поэтому, когда, допустим, болит верх живота, то есть можно посмотреть. Но, как правило, это всегда связано с каким-то убеждениями, с какими-то программами, с какими-то эмоциями. И мы же говорим, что в космоэнергетике мы исцеляем целиком. Когда вы исцеляете целиком, то вы, конечно, работаете непосредственно с животом. Но прежде чем идти к животу, мы, опять же, энергоцентры, мы тонкие поля, и забираем на тонких полях эмоциональное тело, да, астральное тело, ментальное тело. Сейчас я вот попозже расскажу про эти тела, тоже просто был вопрос. Вот, поэтому мы работаем с этими программами. Но всегда помните о том, что у человека нужно спросить, когда это началось, что было накануне. Человек вспомнит, ему тело подскажет, что было накануне, какое событие, какие он испытывал эмоции. Можно спросить, как часто это повторяется. Было ли с тобой такое раньше? Часто ли ты испытываешь страх? Часто ли ты испытываешь агрессию? Понимаешь, что человек говорит, ну да, я вот постоянно так реагирую. То есть нужно где-то и проявить ему эту программу, что вот у него идет такая стандартная реакция, и накопилась-накопилась уже энергия, и она вот так вот выдает на физике, что уже пора остановиться. Потому что боль – это то, что останавливает человека и говорит, стоп, обрати внимание внутрь себя, перестань делать так, как ты делал раньше, и преобразуй свою жизнь. Боль приходит только для этого, и это не негативная энергия. Нас научили, что боль – это плохо. Боль – это неплохо. Боль – это хорошо. Если у человека есть боль, значит, Бог – боль. Первое – Бог. Мы говорим Бог. Боль или Бог? И боль приходит, чтобы человек обратился к Богу. И для того, чтобы он изменил себя и свою жизнь. Только для этого. И в боли очень много позитивного и хорошего, потому что если у человека есть боль, то Бог его заметил, и Бог с ним таким образом разговаривает. Так, моторчик-колодец ранее. Так, ну это я уже ответила. Что представлять нужно? Можно ли таким способом качать, слить гной, носовой пазухи? Можно? Можно вообще светом всё растворять, энергия идёт. Вот, правильно ли я понимаю, что когда мы вытягиваем негативную энергию, мы вытягиваем её именно с эфирного тела, и тогда очищается и сам физический орган. Ну, это так, потому что у каждого органа есть своё эфирное пространство, есть целое эфирное пространство, есть своё эфирное пространство. Мы работаем через эфирное пространство, но всё равно мы работаем непосредственно в том числе и с органом, да? Мы концентрируемся на нём. Хотя, да, мы работаем с тонкого плана и исцеляем тонкий план, и поэтому через тонкий план преобразуется физический, но можно, так скажем, визуализировать органы. Я могу сказать ещё, что когда хотите легче энергетически работать, вы можете не орган визуализировать, а энергию, допустим, нос, носовые пазухи, не конкретно вот нос там, да, носовые пазухи, как они выглядят, хотя нужно изучать анатомию и знать, как что выглядит и где находится, но вы можете энергетически представить нос, и вам взаимодействовать с энергией будет легче, вы направляете туда энергию, и энергия исцеляет энергию, энергия преобразует энергию, потому что всё есть энергия. Вот так вот, кстати, космоэнергетика, очень большие шаблоны плотного мира меняет, и чувствительность больше растёт, восприятие тонкое, потому что Бог – это тонкая энергия, высший вообще космический, энергетический, да, вибрационный, там, скажем, высшее космическое сознание, она очень тонкая, очень тонкая. Вот, и тонкие энергии, самое сложное вообще в человеке запустить, и, как правило, всегда у него тело болит, даже если он прокачан, и когда мы запускаем такие световые энергии высокого порядка. Так. Боль формируется из-за скопления в этой области негативной энергии. На самом деле это не негативная энергия, она скапливается и становится для человека, потому что у него есть программа, что боль – это плохо, она становится для него негативной. Но уже если вы поменяете отношение к боли, то вы увидите просто это скопление энергии, и это сила человека, он просто её не смог пропустить. там собирается сила человека, и когда он распознаёт Боль, то сила, она раскрывается, она раскрывается, и у человека прибывает ресурс. То есть это мы видим, просто опять же, это шаблонное такое восприятие, мы видим сгусток энергии, и видим, как он, допустим, тёмный там, да. Но тёмный, он просто плотный. Вот, и мы можем видеть какие-то даже какие-то, ну, как правило, я с человеком, когда работаю в стрессе, да, они все видят там кляксы чёрные, потому что это, ну, так вот ум рисует, что если это чёрное, то это плохо. Хотя у нас вот чёрный космос, пожалуйста, звёздное небо, оно же всё тёмное, но мы же не шарахаемся от звёздного неба, от черноты, но при этом в жизни мы от этого убегаем там, да, нам страшно там или ещё что-то. Поэтому у нас есть понимание, что если чёрное, то это плохо там, да, ну, на теле сгусток там какой-то. Хотя это просто установка такая. Вот. Ну, вы можете следовать этой установке и работать таким образом, но понимать, что в этом нету отрицания, да, и наоборот, человека нужно поддерживать в том, что он, наконец-то, у него будет время и возможности обратиться внутрь себя, познать себя и прийти к пониманию его самой высокой миссии, цели этой жизни. Если мне на ум приходит другая техника и визуализация по вытягиванию негативной энергии, например, пылесос, который подключён к колодцу, можно ли применять? Конечно, применяйте. Это вот я тоже раньше тонкий план чистила, меня учитель учил, взяла ведро и тряпкой моешь. Ну, было так легче, потому что ум очень активный. И это не выдумки, это просто, опять же, да, говорила, успокаиваем своё ментальное буйствование, там, мыслительное пространство и смотрим картинки, и всё работает. Визуализация очень сильно работает. На визуализации можно много сделать, да, видеть, представлять, поэтому работайте таким образом. Так, расскажите вкратце, для чего именно нужно каждый из тонких тел. Что именно происходит на тонком плане, когда мы классикой чистим фарабуд до феррошау. Ну, это вот начальный уровень, но при этом я говорила уже Святой Иисус, очень важно, потому что Святой Иисус ещё работает с нервными окончаниями, восстанавливает нервные окончания, а высшие световые потоки идут именно через нервные окончания в нашем теле. Вот, и у нас физическое есть тело, потом у нас есть эфирное тело, которое отвечает за физику, и оно соединяется с первой чакрой, потом у нас есть астральное тело, это мир чувств и эмоций, она соединяется со второй чакрой, это мир восприятия именно эмоциональных ощущений, вот. Потом у нас ментальное тело, это мир мысли, это третья чакра, да, вот. И потом у нас есть ещё каузуальный план. Каузуальный план – это план причины, на котором как раз вот эти все законы работают, карма, причинно-следственные связи в этой жизни, прошлой жизни, родовых программ генетических, это всё можно исцелить. Потом у нас есть, конечно, будхи, это уже у нас связано здесь с шестой чакра, будхиальный план – это план Христа и Буты, это высокие учителя, вот. И атмический план – это уже там мы связь имеем со всей планетой Земли, это связь с Богом, то есть все вот этих вот тел. Конечно, мы в космоэнергетике будхиальный план не трогаем, потому что с ним всё хорошо, ямеду не чистим его, и, естественно, атма мы не чистим, мы работаем именно так называемым пятью нижними телами, физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное тело. Вот. И то каузальное тело, оно больше уже с уровня мастера идёт. В основном буддийский блок – это работа с эфирным пространством, это тоже очень высокий уровень. На самом деле, если эфирку поправить, если эфирку восстановить, то много что меняется, хотя в чистке мы тоже забираем эмоциональные, ментальные поля, вот, и ведём, так скажем, расследование тех мыслей и тех слов, которые человек действует, да, ну, то есть эмоция – это эмоция, мысль – это мысль, и причина – это действие. То есть, благодаря какой эмоции, какой мысли человек действует, что его ведёт, да, и таким образом план причины можно менять. вот, но я могу сказать, что новичкам вообще везёт, и даже если человек, космонергет работает из чёрного ящика, так скажем, у нас есть такое выражение, не видит, не слышит, не понимает, но он открывает энергии, у него очень чистое намерение, и он здесь открыт сердцем, то очень такие сильные идут исцеления его пациентов. У меня у самой, когда я начинала, мне много вообще не показывали, потому что, наверное, если бы показали, я бы испугалась бы, я бы не взяла этого пациента. Но я просто не видела многое, но бралась за работу, работала, проводила энергии, и происходили просто фантастические вещи, потому что я, когда потом уже отслеживала, я понимала, что если бы я знала, что там было на самом деле, я бы не взялась. Поэтому хорошо может быть вначале, когда вы не видите, что же там на самом деле происходит, а просто берётесь и делаете. И происходят действительно чудеса. Очень часто прям, действительно, даже с начального уровня преобразование идёт и физического тела, и отношения к семье, и какие-то знаки идут. Вообще вот прям преобразование идёт очень хорошее. Вопрос, вот как правильно открывать частоты буддийского блока. У нас вообще старый пароль, и тот, кто посвящался со старым паролем, Будда, Будда, открываю там, то можно его говорить. Если я просто в эфир, так как это прямая запись, не буду тут для всех рассказывать, но если вы по-новому посвящаетесь, да, уже вот современно, то можно говорить короткий пароль, название частоты, и этого будет достаточно. Но при этом, я говорю, кто в старой школе посвящался давно, там 10, может быть, лет назад, можно говорить старый пароль. Это на самом деле не имеет большого значения, вот, потому что вам при сонастройке, при посвящении проводник даёт пароль, и он вкладывает уже в этот пароль связь с частотами, связь с посвящением. Поэтому как вам учитель дал, так и работайте. Нужно ли программировать время работы каналов, или лучше оставить эту работу им, что более эффективно? На самом деле частоты сами знают, даже если целитель закрывает частоты, не факт, что они закроются, он может, ну, потому что мы на пациентах закрываем, или на себе даже, можно сказать, я выхожу из сеанса. Но частоты продолжают работать. Они работают столько, сколько необходимо, и по силе самого пациента, и по силе самого уцелителя. Вот. Хотя вы можете сказать, да, закрываем. Так, следующий вопрос. Есть ли в космоэнергетике скорая помощь при панических атаках? Можно ли технику закачивания фаронбуду, сердечную чакру, использовать как универсальную на все случаи скорой помощи? Если не знаешь, что делать. Конечно, фаронбуд это скорая помощь и есть, потому что пока там вы разберётесь, что с человеком. Я могу сказать, что у меня была женщина с паническими атаками. Я вообще и передала частоту фаронбуду. Вот. И она ей занималась одной. Я не стала всё делать, как обычно. Клако-классике я делала 10 частот. Могу сказать, что очень хорошие были результаты. То есть я с ней параллельно занималась, и она сама занималась фаронбудой, и очень хорошо было. Так. Скажите, визуальные руки при этом должны быть статичны, или мы делаем пульсирующие движения, мы должны при этом что-то представлять. Но вы можете представлять, что из рук у вас идёт свет? Да, мы сзади кладём левую, и правую сверху, и прямо в сердечную чакру закачиваем. Можно чуть-чуть придавить. Можно. А можно не давить. Опять же, вот как у вас идёт, руки не двигаются, они просто... Энергия у вас настолько наработана. Руки – хороший проводник энергии. Если вообще заниматься руками, вот у меня есть свой авторский курс «Руки света», и я там как раз это всему обучаю, как прокачать руки и как через руки открыть световые потоки, чтобы ваши руки были целительными. Так. Какие техники и процедуры нельзя делать при открытом лотосе? В каких случаях лотос обязательно нужно закрывать? Для чего именно нужно открывать лотос во время сеанса? Ну, лотос у космоэнергетов всегда открыт, да? И сейчас уже... Ну, эта техника, она очень такая... Несколько десятилетий у неё. Раньше у людей вообще было всё перекрыто сверху. Сейчас люди приходят, и на посвящение у них уже лотос открыт. Потому что сознание другое, вибрация другое. Уже связь есть с тонким планом, с высшими учителями. Уже есть связь с космическим сознанием. И лотос мы не закрываем. Но если человек старого поколения, да, то после сеанса ему лотос можно закрыть или прикрыть. И, в принципе, при открытом лотосе мы делаем все процедуры, потому что это усиливается поток, это усиливается энергия частот. И практически всегда лотос открыт. Не закрывайте. Вот вы можете прикрыть лотос и сказать... Вообще перед сеансом всегда говорите о том, чтобы всё было безопасно, наилучшим, наивысшим образом и комфортно для пациента. Всегда это проговариваете. И ему дадут такую нагрузку, даже если он будет падать в обморок или у него скрутит живот, но это его нагрузка, и значит, он эту нагрузку может вынести. Самое главное – вот этот настрой перед каждым сеансом. И тогда вы не навредите, не бойтесь вообще, что человеку на сеансе может быть плохо. Наоборот, усиливайте энергию, ни в коем случае не вытаскивайте, потому что пережигается очень сильно карма. Причинный слой космоэнергетики очень можно быть... Ну, пережечь его можно очень сильно. Снять утяжелённую карму, снять с определённого уровня посвящения родовую карму. То есть это такие сильные вещи. Но тут единственная целительская сила должна быть определённая. Можно ли делать разрез в области лимфоузлов? Можно ли выкачивать оттуда негативную энергию и закачивать каналы прямо в область воспалённого узла? Нужно ли ставить на воспалённые узлы дренаж и дуги? Что нужно обратить внимание при лечении воспаления? Ну, вы работаете с областью лимфоузлов, но лимфа когда у нас не может справиться? Когда кровь загрязнена, тело загрязнено, когда очень много токсинов. Токсинов физических, токсинов эмоциональных, лентальных, токсинов везде. Поэтому, конечно, нужно и кровь чистить, и желудочно-кишечный тракт чистить, но при этом непосредственно с лимфоузлом работать. Разрез ставить можно. Ставить дренаж на какое-то время, потом он сам закроется, и в дуги вкачиваете одну какую-то частоту. В дуги мы вскачиваем одну частоту, мы не вкачиваем туда много частот. И, естественно, если это у вас уже уровень буддийского блока, то вы ставите туда краон, частоту и вкачиваете. То есть через дугу в область вы поставили на все поле, допустим, чистку, поставили туда, сделали разрез, поставили дренаж, все стекло, и поставили туда уже дугой, накачали одну частоту и оставили. Она сама закроется. Когда я открываю канал на себя или на человека, мне нужно представлять, как поток идет из космоса. Или можно представлять, как канал открывается прямо над головой. Или нет разницы. Нет разницы вообще никакой. И откуда на самом деле идут каналы? Из космоса или из подсознания? Есть ли в космоэнергетике каналы, которые идут из Земли? Ну, вообще частоты, они в поле прописаны. Просто когда вы концентрации внимания и своего намерения открываете энергию, вы ее можете видеть и ощущать в пространстве своем и в пространстве человека. Частоты космос, космические. У нас практически все частоты космические, частот Земли очень мало. У нас на уровне буддийского блока только шаун, женская частота, и синрах, женская частота. То есть относительно всего общего блока не так уж и много. В других блоках тоже есть женские энергии. Мы работаем энергией космоса, высшего такого порядка. Поэтому это и метод, когда мы идем к высшему сознанию через то, чтобы облегчить свою кармическую структуру, свой материальный план, повысить вибрацию и подняться по частоте к высшему сознанию. Сначала это высшее Я, потом дальше. То есть мы разворачиваем душу к духу, а дух разворачивает ее к Богу. То есть такие вот моменты. Но для этого нужно вот вибрацию поднимать. Так. Можно ли, когда я делаю сеанс по фото, открыть канал на человека, оставить на 10 минут и уйти. То есть дать постоять под каналом, а самой пойти пока своими делами заняться. Или тогда поток ослабевает, а сам процесс нужно постоянно визуализировать. Все зависит от вашей целительской силы. Петров, он ставил человека в другой комнате, тут же разговаривал, там нашло посвящение, он тут что-то делал. Он сам говорил на обучении, что с уровнем мастерства вы можете так делать, но это только очень высокий уровень. Когда вы начинаете, никуда вы не ходите, вы поставили и пребываете. Даже если у вас человек находится с вами тактильно, мы выходим из комнаты, когда человек стоит на сеансе. Но при этом, при этом мы все равно остаемся с ним, так скажем, на связи. Мы ощущаем то, что с ним происходит в данный момент. Поэтому можно и нужно даже, опять же, и визуализировать, и ощущать. Могут ли каналы как-то наказывать человека, если он что-то делал не так, не понял, забыл? Нет, особенно в начальном уровне не бойтесь делать ошибки. Ни в коем случае вообще не страшите ни себя, ни других. Понятно, что намерение должно быть, чтобы все было правильно, безопасно, комфортно. Но это с навыком все пройдет. Переживать здесь не надо. Можете даже намерение выстраивать, что если вы сделали что-то не так, прошу космические энергии исправить это за мной, потому что я делаю это не по злому умыслу. То есть, опять же, намерение правильно выстроили, и все. Так, для чего именно ставится дренаж? Когда ставится дренаж в орган? Но дренаж – это стягивание локальное. И он потом закрывается, потому что если мы ставим дугу, то нам дренаж уже не нужен. Дренаж вычистил, и ставим дугу. Вот. Дренаж и разрез пропадают сами. Да, они сами, тогда, когда человек будет наполнен, они сами закроются, зашьются, а все сами делают. На все ли органы можно ставить дренаж? Ну, так как дренаж ставится на разрезы, мы не разрезаем сельденку, мы не разрезаем щитовидку, мы не разрезаем мозг, да, то есть мы не делаем разрезы, то там мы не делаем дуги и дренаж. Вот. Но еще многие советуют матку не разрезать. Ну, я вот с маткой работаю, и когда, допустим, там миомы, я разрезаю. Но опять же, насколько вы чувствуете, некоторые целители и сельденку разрезают. Но по классике, пока вы начинаете, лучше этого не делать. Вот. Для чего именно ставится дуга? Ну, там такие трубочки можно представлять. Дуга вот как вот физическая трубка, она не обязательно большая, не обязательно их там выводить куда-то. Вот. Просто трубочки, просто именно чистота не идет целиком, она прямо локализована в эти трубы, и поэтому более точечно попадает на орган. Это просто одна из техник. Вот. Опять же, если будет хороший уровень силы, то вы сможете и без дренажа, и без дуг прокачать очень сильно. Хотя я люблю разрезы, я чищу придач человека, я его достаточно хорошо могу порезать, чтобы очень быстро через разрезы эфирка моментально чистится. Но это с опытом тоже. Так, почему я не чувствую канала на Эль? Как правильно открыть этот канал? Его нужно визуализировать. Ну, можно визуализировать розовый цвет, но почему человек может не чувствовать? Потому что сердце заблокировано, потому что эмоциональная травма, потому что эмоциональные травмы закрывают, как правило, восприятие, не дают человеку чувствовать, что потому что, ну, закрывают от чего? От боли, да, подсознание так работает, и закрывает от боли. Вот. И попробуйте представить, вот если вы не чувствуете, Анаэль, где мы чувствуем любовь, тогда, когда вы не чувствуете любовь, вы не чувствуете чистоту Анаэль, попробуйте войти в состояние и вспомнить, когда вы когда-либо, когда-либо ощущали это чувство внутри себя. Какому-то объекту, какому-то человеку, какому-то событию. Вы просто восполните в себе это ощущение и войдите в чистоту Анаэль. То есть соедините свое ощущение с этой чистотой. И тогда у вас откроется этот поток, он с нарастанием, с нарастанием, с нарастанием будет идти через вас. Потому что чистота Анаэль это та чистота, которую мы должны, ну, не должны, но желательно быть и чувствовать ее там 24 часа в сутки. И это та чистота, когда вот вы тоже ничего не знаете, как делать, да, вот вы можете форумбуд, да и Анаэль двумя чистотами отработать, и этого будет достаточно. То есть вы открываете чистоту Анаэль и она тоже исцеляет, хотя она гармонизирующая, но она тоже исцеляет, потому что когда вы всем сердцем будете сопереживать своему, так скажем, пациенту, да, то вы гораздо быстрее сможете ему помочь, просто открыт даже форумбуд и Анаэль. Так, ну давайте я еще отвечу, вот следующие вопросы в субботу, давайте я еще вот тут Катя, остались у меня некоторые моменты, вот Катя здесь написала, сейчас я ей отвечу, и следующие тогда вопросы мы с вами разберем в субботу. Так, Катя, почему, когда мысль проскальзывает сквозь, она тут же срабатывает прям мгновенно, а вот когда делаешь сеанс на какого-либо желания или намерения, это очень долго происходит. Хороший вопрос, правильно, когда она вскользь происходит, у вас нет привязки, у вас нет ожидания, она просто прошла и мир вам это дал, да, вы каким-то боковым зрением увидели, быстро подумали, пришли домой, а оно случилось, или на следующий день случилось. Нет, вот работы с частотами не должно быть ожидания, как должно быть, потому что когда есть как должно быть, вы никогда этого как должно быть не получите. Когда вы исцеляете себя, когда вы исцеляете человека, вы говорите о том, что все во власти высшей силы божественного проведения, и очень часто человеку нужно болеть, да, для того, чтобы, опять же, многие вещи осознать, и вы говорите о том, что пускай все будет так, как должно быть, и пускай этот поток чистоты и света пройдет на человека и поможет ему осознать его, так скажем, моменты жизни, и пускай целительная сила освободит его, да, то есть вы молитесь за него, вы на самом деле это намерение, да, это на самом деле молитва, вы молитесь, ну, или за себя, и вы не привязываетесь, пусть пройдет столько, сколько нужно времени, пусть пройдет столько там сеанса, сколько нужно, сколько нужно для моей души, для моего высшего сознания, для этого мира, в конце концов, потому что личность, эго, она очень хорошо обратно тянет, она должна сказать, должно пройти два сеанса, должно быть так, я так хочу, все, ничего не произойдет, потому что есть привязка и есть ограничения, как должно быть, кто говорит, как должно быть, эго, а эго откуда знает творение Божье, не знает оно, оно сидит в своей коробке и пытается оттуда видеть, как должно быть, а первое правило целителя, все не так, как кажется, да, и если человек вот очень часто приходит с одним, а у него вылезает совершенно все другое, и он снаружи такой белый и пушистый, а на самом деле очень злой и гневливый, может быть, ему суждено пройти через это, чтобы пересмотреть свое отношение к этому миру и взять ответственность за свою жизнь. И поэтому, когда вы выражаете намерение на сеанс наивысшим, наилучшим образом для этого человека, для того, чтобы все случилось, чтобы он принял, осознал, пропустил, стал более чистым, то есть, чтобы чистота пришла на чистоту, вот, и никогда не ожидайте, и никогда не, если у вас есть хорошие результаты, никогда не говорите там, что вот я там сделал, через вас сделали, вы всего лишь проводник, вы помогли там себе, близким, человеку, вы просто проводник, то есть, должен быть баланс между эго, который там, так скажем, унижает, эггом, который возвышает, это ум, он никогда не находится в балансе, а наша задача всегда быть в балансе, не уходить в эгоистичную, высокую структуру, хотя у многих целителей очень много вот есть силы такой вот природной, да, и они еще берут вот метод космоэнергетики, начинают исцелять, у них очень хорошие даже там какие-то личные заслуги, да, есть, и потом у них вот этот перекос, что вот я там мощный, я там такой крутой, и потом все равно жизнь их начинает обтесывать, поэтому этого не надо, и умолять себя нельзя, и вот работа с программами, работа с умом, они должны быть всегда очень выровнены, не то, не это, потому что здесь есть дух, вот здесь есть личность, и здесь есть личность, эго, да, а вы находитесь в балансе, то есть вы находитесь в духе, поэтому я всегда говорю о том, что начните день с молитвы, начните день с чистоты, настроитесь, потом идите в сеанс, осознавайте высшую божественную возможность, которая дана нам свыше, нам дали вот эти вот частоты, каналы, энергии, которые мы благодаря им преобразуем в себя, свою жизнь, это очень важно, то есть идет трансформация на всех уровнях, даже если вы, ну, бывают у меня, вот даже мои приходят, и мало кто-то что-то чувствует, бывает такое, но знаете точно, что работа происходит, преобразования энергии идут постепенно, 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 и вы будете это видеть и осознавать в своей жизни, для этого на самом деле нужна космоэнергетика, чтобы прийти к осознанности, к осознанному проживанию жизни, то есть видеть себя, видеть личность, видеть, что откуда следует, то есть причина следственной связи, но не идти за этим, а освободиться от этого, вот, я благодарю вас за то, что пришли на эфир, я думаю, достаточно много мы сегодня разобрали, вот, и пишите свои вопросы, пишите свои вопросы, ну, во-первых, кто не знает, могут присоединиться, в телеграм канал у меня есть, у меня есть свой чат, в котором мы проводим космосеансы по субботам, и кто хочет узнать, что такое космоэнергетика, может присоединиться и попробовать, и в ютубе под видео я оставлю ссылочки и на телеграм-канал, и на чат, где проходят сеансы, вот, оставляйте свои отзывы, пожалуйста, в тех соцсетях, через которые вы пришли, мне будет очень важно, тот, кто в моем чате, вы можете написать в чате отзывы, вот, ну, и точно так же вы можете поучаствовать в благотворительности, то есть встреча открытая, но вы можете внести свой вклад, донейшн, так скажем, в качестве благодарности за эту встречу, я там в чате об этом напишу, поэтому благодарю, да, очень полезную информацию, надеюсь, что вы будете ей пользоваться, вот, еще больше верить в то, что вы очень способны, вы талантливы, ваша душа не просто так привела вас и на эфир, и в космоэнергетику в том числе, потому что ей это необходимо, ей необходимо развитие, ей необходимо высвобождение, ей необходимо более высокие познания этого мира, поэтому вы здесь, вот, обнимаю, благодарю, и до следующей встречи.